Потихоньку я начинаю отвоевывать землю для сада у огорода. Вот уже новый участок, который в этом году я распланировал. Отгородил я его плетнем. Плетень постепенно будет уходить туда. Это будет сад. Вот здесь я сделал четыре клумбы и клумбы сделать так, чтобы у меня постоянно были цветущие растения, цветы. Допустим, вот эта клумба у меня будет, здесь будет ирисы, тюльпаны вначале, потом ирисы, потом зацветают лилии, будут цвести лилии. И сажу немножечко однолетников, чтобы осенью где-то какие-то были пенечки однолетников. Это бархотки можно, можно накатки, сейчас очень красивые сорта накатков, можно астрочки. И делаю вот такие клумбы. Вот эта клумба у меня будет, здесь будут хвойники, это будут можжевельники, всевозможные можжевельники. Я тоже начал черенковать, можжевельники тоже черенкуются. Ну, правда, они более трудно приживаются, но приживаются. И вот есть очеток гребешок. Это эксклюзив, который редко он у кого есть, этот очеток. Мне хочется сделать из него полянку. Он цветет небольшими желтыми цветками, но сам очеток вот этот, он гребень, как большой путушинный гребень, ярко-зеленого цвета, очень красивый. Ну, центр у меня, вот, как я задумал, петуния, это самый наш такой цветок для сада, украшения до поздней осени, и кана. Это будет очень красиво смотреться. Есть хосты, которые любят тень. Это знаете хосты, какая? У которой лист зеленый, а кайма белая. Вот та любит полутень. У нее кайма остается. Если она будет расти на солнце, у нее кайма теряется. А пестролистная хоста, у которой лист белый с зеленым, пожалуйста, растет прекрасно на солнечном месте. Вот она у меня на солнечном месте, свою форму не теряет. Также и хоста это подорожниковая, но это чисто зеленая, которая самая массивная, самая крупная хоста. Здесь, конечно, у меня все, что любит солнце.